Рекламно-информационная программа. Не очень каверзные, надеюсь, вопросы. А какие гости-то у нас сегодня будут? Ну, пару слов давайте о том, что с 12.05 у нас ожидается в студии... Заслуженный художник России, академик Российской академии художеств, профессор Никас Сафронов. Никас Степанович сегодня открывает свою персональную выставку в Вятском художественном музее. Если не ошибаюсь, в 15.00 это мероприятие начинается. Но мы очень надеемся, что за три часа до начала своей выставки он окажется в нашей студии. Ну и не менее представительные гости у нас прямо сейчас. Если не более, я бы сказал. Тут еще подумать надо. Итак, внимание. Дирижер всемирно известный, который выступит на сцене Вятской филармонии 1 апреля в воскресенье. Это Марк Волох. Добрый день. Здравствуйте. Добрый день. Кстати, иудейская Пасха сегодня. Вот-вот-вот-вот. Да, Песах. Как раз пытался позвонить в еврейскую общину Кирова, чтобы, может быть, туда пойти вечером. У нас тоже есть телефоны еврейской общины, да. Али и Иосифов не звонили, нет? Нет? Ну, вот я не знаю. Не знаю, что у меня есть номер. Ничего, вы пришли в нужное место, все телефончики мы вам подскажем. Да, Марк Волох приехал к нам из Израиля. Рады приветствовать вас. И еще один наш гость Прохор Протасов, дирижер Вятского симфонического оркестра. Добрый день. Добрый день, Прохор. Да, как настроение накануне такого концерта замечательного, очень важного? Ну, очень хорошее. Всегда очень приятно встретиться с новыми людьми, новые общения. Всегда это как новый живой инструмент. Никогда не знаешь, как люди отреагируют на, так сказать, на требования, предложения, на мимику. И мне очень приятно, когда действительно люди дают позитивный резонанс. А вы впервые в нашем городе? Впервые. Впервые? Да. Ну и как первое ощущение от нашей атмосферы Вятской? Очень хорошее. Очень интимная и теплая атмосфера. Ну, с музыкантами познакомились уже? Ну да, уже были две репетиции. Уже две репетиции были. Как тоже впечатление? И с коллегами, вот Прохор и художественный руководитель филармонии. Очень-очень-очень приятное общение. Как впечатление-то от нашего оркестра, от музыкантов? Смотрите, в принципе, очень хорошее, потому что люди реагируют. Они не остаются равнодушными. И это очень важно. А у вас какая-то есть своя особенность, не знаю, работы с музыкантами? Своя фишка, как говорится? Смотрите. Свои специфические какие-то тонкости? Я не знаю. Я, конечно, присутствовал много раз на репетициях других дирижеров. Есть очень разные специфики. Я всегда стараюсь объяснять людям менее технически, а более образно мои музыкальные замыслы. Я пытаюсь им нарисовать какую-то картину или какой-то рассказ, какой-то нюанс, чтобы они запомнили, а не просто им сказать, играть короче, громче. Легато, стаккату – это технические моменты. А я стараюсь, если я говорю, сыграйте эту фразу более проникновенно, потому что подумайте, что он в это время чувствовал. То есть струны души вы пытаетесь задеть музыкану. Вот если какой-то аккорд, скажем, как удар в сердце, или размышления утренние, или человек скучает, воспоминания. Вот такого плана. Марк, а вот программу, которая вот концерта, да, на три больших произведения, она как-то с вами согласовывалась? Или вы предлагали, что вот именно эти произведения исполнять? Нет, я должен сказать, что художественный, музыкальный руководитель Константин Маслюк, он мне предложил эту программу, которая включает дворжика «Симфонию из нового света», конечно, очень яркий шедевр. И концерт Моцарта для скрипки с оркестром номер пять, который тоже очень необычный. Сейчас я объясню, почему. И он же предложил, я даже не знаю, как он знал это произведение, «Салют Израилю». Бен Хаим. Да, Бен Хаим. Государству Израиля в этом году исполняется 70 лет. И это как раз подошло, и меня даже это затронуло, вот это предложение сыграть пьесу израильского композитора. Довольно редкая, как бы, для репертуара российских оркестров, скажем так. Совсем неиграемая. То есть я впервые вообще услышал такое название? Если честно. Да. Значит, оно вдвойне интересное, потому что Пауль Бен Хаим родился в Германии. И он бежал из Германии фактически в последнюю секунду в 1939 году. И, ну, до всей этой трагедии он фактически уцелел, бежал. И, будучи в зале, он там создал свой музыкальный стиль, который именно смесь такой строгой классики, но вместе с тем этого ближневосточного колорита. Это у него очень характерно. Он, так сказать, создал стиль Медитеране. И я очень люблю произведения этого композитора, и мне всегда очень приятно их промовировать. И я вижу, что реакция у людей очень позитивная. Именно когда им рассказываешь, что это такое, какие у него были побуждения, почему он это написал. А он это написал на второй день рождения государства в 1950 году. Так это в себе звучит, с одной стороны, вся скорбь по катастрофе. И вот этот эксодус из стран диаспоры, когда евреи, так сказать, не имея ничего, едут на библейскую родину. И вместе с героизмом создание государства. Это все звучит в этой короткой пьесе. — Я хочу Марка еще... Простите, Прохор спросить. Да, Прохор, скажите, признайтесь честно, перед встречей со всемирно известным дирижером коленки-то тряслись, когда руку протягивали. — На самом деле нет. Но знаете, что очень важно? Мы же, несмотря на то, что у нас довольно насыщенная, в общем, идет концертная жизнь, мы все равно находимся в некотором, так сказать, вакууме. И вот такое творческое общение — это очень важно, когда приезжают. Дирижеры, приглашенные не только из России, но и из других стран. Это очень сильно влияет и на коллектив. Почему? Тем более, почему оркестранты так хорошо воспринимают. Потому что это вот такое творческое общение, благодаря нему они как бы выбираются из этого вакуума и приобщаются к мировому. — То есть это некая такая встряска какая-то, в хорошем смысле этого слова, для оркестра. — Да, абсолютно. — Выход из зоны комфорта, как это принято сейчас говорить. — Да, еще, говорят, вызов такой определенный возникает. — Да. И это, в общем, образовательные цели тоже, потому что даже вот то же самое сочинение «Фанфара Израиля», я ведь о нем тоже не знал, познакомился. Замечательная музыка, абсолютно интонационно определенная, такая ориентальная, я бы сказал. — Термины. Ориентальная, восточная. — Восточная, да. — Медитиранеун — это Средиземное море. — Да, точно. — Так интересно, терминология звучит просто. — А знакомство музыкантов с неизвестным материалом, оно как вообще происходит? Время нужно, безусловно, усилия нужно прилагать. — Нет, ну смотрите, даже знакомый материал, когда его начинаешь играть, всегда открываешь что-то новое. Поэтому это просто обыкновенный рабочий процесс. Люди берут ноты, люди учат. — Я напоминаю, что 1 апреля в это воскресенье в 17 часов на сцене Вятской филармонии начнется, собственно, выступление Вятского симфонического оркестра. За дирижерским пультом будет Марк Волох, приехавший к нам из Израиля. И все это в рамках 12-го фестиваля, международного музыкального фестиваля «Вятская весна», соответственно, в филармонии. Сейчас небольшую паузу сделаем и продолжим наше общение. И ваши звонки, наши слушатели тоже будем уже ожидать. 211-101. — 211-101. Хотел как раз напомнить номер телефона. Культ поход. Продолжаем. И настало время озвучить те призы, которые сегодня у нас в культ походе есть. И еще раз напомню, что культ поход будет продолжаться сегодня 2 часа. Так что... — И призов. — Большое количество, я думаю, что мы слушатели счастливим. — На нас на двух страницах. Ну что, огласим. — Да, ну, безусловно, мы разыгрываем билеты на концерт, о котором мы сегодня говорим. В воскресенье. 17.00. И что еще? С театров? — С театров. — В драматическом театре сегодня, 30 марта, то есть в 18.00 «Жизнь прекрасна» спектакль 16+. А завтра в 17.00 «Джульетта» выжила тоже 16+. — Театр «Наспаска» сегодня в 6 часов вечера. «Гудбай Берлин» ограничение 16+. — Театр «Кукол», премьера, о которой мы говорили как раз в этой студии буквально неделю назад. «Принцесса Карамелька». — Три плюс ограничения. Вот такое забавное. — Вятский художественный музей имени Воснецовых. Туда вы тоже можете пойти. На выставку «Ленинградская школа живописи. Коллекция переменной» из собрания Музейного выставочного центра «Петербургский художник». До 1 апреля она, кстати, работает. — Да, последний шанс посетить эту прекрасную выставку. — Да, как всегда у нас книги от магазина «Читай город». Александр Полярный «Мятная сказка». Очень любопытная книга. Она у нас сегодня и запись идет. Мы в эфире. Изданная при поддержке интернет-сообщества. «Тяжелой судьбе сироты Сойера. Приватность тех судьбы и неистребимой веры в лучшие». Ренат Валиулин «Состояние Питер». Книжка о любви, о питерских достопримечательностях и в описании мужского и женского начала. Так сказать. 16+. Уильям Дерезевиц «Уроки Джейн Остин. Как шесть романов научили меня дружить, любить и быть счастливым». Очень нравится мне такое оформление книжек. Легкое, такое радостное. Искренне остроумная, глубокая, обаятельная книга. О встрече современного 26-летнего аспиранта. И Джейн Остин, умерший 200 лет назад. Отбросите гордость предубеждения при чтении книг. Вы увидите, как меняется ваша жизнь. 16+. Да, 16+. В кино вы можете пойти, а именно в кинотеатр «Дружба». А еще можете пойти в наш замечательный арт-зал. Напомню, что арт-зал – это совместный проект нашей радиостанции «Эхо Москвы в Кирове». Кинотеатр «Колизия», где мы можем посмотреть, в том числе, новое, свежее, не кассовое, не блокбастерное, фестивальное кино, эксклюзивное кино, как угодно. Просто хорошее кино. 5 апреля мы смотрим фильм «Мария Магдалина». Напоминаем, что число мест ограничено. Число в зале мест ограничено. 18 плюс ограничение на этом фильме. У нас всего 41 место в этом уютном зале. И поэтому мы разыграем один билет. Да, мы разыграем один билет. Но если вы, конечно, уж очень попросите, если уж в одиночку никак не можете выйти, то, может быть, найдется и второе место. А еще в «Галливее прогресса» вы можете оказаться на выставке современной финской фотографии «Мустельма». 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 Я всегда вот вместо него говорю, мне нравится по-фински говорить «Мустельма». Да, поразительная выставка, удивительная. 6 плюс работает до 3 апреля. Так что тоже стоит поторопиться. В ОДНТ, в нашем Доме народного творчества, сегодня 18.30, пародийно-юмористическое шоу «Елена Воробей». 12 плюс ограничение. Это не название шоу «Елена Воробей». Я думаю, представлять Елену, не надо ее, что я знаю. Это шоу «Елены Воробей». Ограничение 12 плюс. Да. Спасибо индивидуальному предпринимателю, организатору данного концерта, Данилу Бутырину, за то, что вот эту звезду эстрады к нам сегодня привез. Вот такие у нас призы. Ну и во втором часе мы, возможно, добавим к этому списку что-то еще. Возможно. Возможно, да. Напоминаем, что будем ждать Никаса Сафронова. Итак, уважаемые гости, с вас вопрос. Марк, Прохор, кто будет задавать? Я задам вопрос. Давайте. Нашим слушателям они ждут с нетерпением. Ну, естественно, мой вопрос связан с музыкой. Я бы спросил, обязательно ли дирижеру дирижерская палочка. Это какой-то закон есть или что, где прям прописано? Потому что вот должна быть... Я скажу, слушай, вот мы сейчас это с тобой и узнаем. Или не обязательно. Мы сейчас с тобой это узнаем, когда будут отвечать. Это интересно, что люди думают. Кстати, никогда об этом не задумывался. А если вспоминать историю, вообще когда дирижерская палочка появилась? Ну, я бы сказал, если я не ошибаюсь, в конце 18 века или в начале 19? Ну, насколько мне известно, палочку в руки взял. Ну, такой более-менее современный Рикард Вагнер первый. Правильно. А в начале был, так сказать, тяжелый жезл. Жезл. Да. Который... Типа вот тамбур-мажора что-то, да? Да, да, да. Били им по полу. Тамбур-мажор на бунчучный завод когда-то у нас в России был. Сильную долю от стуки вашего. Ну, да. В военных оркестрах это осталось до сих пор. Владимир, уже есть желание ответить. То есть, ответить нужно либо да, либо нет? Ну, ответить нужно либо да, либо нет, а потом уже поговорим. Слушаем вас. Добрый день, вы в эфире. Как вас зовут? Добрый день, Ирина. Ирина, да. На сути. Нужна палочка дирижерская? Обязательна ли она или нет? Я думаю, что не обязательно. Очень правильно. Правильно? Да, поясните, почему не обязательно? Прохор, присоединяйтесь тоже. Да, дирижерская палочка служит как вспомогательным пособием. Инструментом дирижера являются, в принципе, руки и лицо. Можно просто водой. Или когда подойдет дирижером, посмотрите, все понятно. Да, да, да. С сверлящими сглением. И я бы сказал, даже без палочки дирижер работает более выразительно. Потому что руками можно гораздо больше выразить. Но сама палочка является удлинением предплечья, что увеличает амплитуду движения руки, чтобы она была ясно видна всему оркестру. Даже тем, которые сидят далеко и не всегда освещение позволяет точно увидеть ладонь, так сказать, кисть. Да, или все тоже далеко не будет. Причем освещение еще, да, может что-то там ослепить. Так вот, палочка является вспомогательным элементом, но она не обязательно, и дирижер может обойтись без палочки. Ну что, Ирина, ваш ответ совершенно правильный. Пойдете на концерт в воскресенье в 17 часов. Я билет возьму. А 5 апреля, во время дня рождения, хочу с вами посмотреть фильм. Отлично. Марию Магдалину вы хотите посмотреть? Да, 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 да. Ну что ж, этот билет, этот билет. Ну хорошо. Мы заодно поздравим вас с днем рождения. Хорошо. И я поздравляю. Спасибо большое. Не кладите, пожалуйста, трубку с нашим редактором, пообщайтесь. А, кстати, современные палочки дирижерские из чего изготавливаются? О, есть очень разные. Есть из пластика, из фибергласса, есть деревянные, по традиции. И каждый дирижер выбирает на свой вкус, по весу, по длине палочки, по форме рукоятки. То есть у вас своя индивидуальная дирижерская палочка, вы всегда с собой ее возите? Да. Да. Дорогая? Нет, это недорогой инструмент. На заказ изготовленная, либо приобретенная. Нет, приобретенная. Просто это вещь, к которой привыкаешь. Она становится частью, так сказать, руки. Хорошо лежит в руке, она уже, да. Она привыкает. Это же тоже своего рода музыкальный инструмент. Ну, конечно. Естественно. Прохор, будете задавать вопросы следующие? Буду. Давайте. Раз уж мы заговорили о дирижерах и об истории палочки. Здесь два дирижера в студии. Да как же, о чем же еще говорят? Значит, вот мы говорили о том, что до современной палочки выстукивали ритм, да, таким жазлом. И вот композитор, известный и дирижер, люли, один раз этим жазлом попал себе по ноге. Вопрос в том, что было дальше? Ну, давайте представим себе, если такой сильный удар что-то, да, получается по ноге. Он довольно-таки тяжелый. Как должен что-то? Это что мне доводилось держать. Естественная реакция человека какая будет, да? Нет, ну вот не знаю. Тут, видимо, была какая-то другая реакция, иначе бы и вопроса не было. Да, то есть интересная какая-то реакция. Дело не в реакции, дело в последствиях. А, что вообще после этого, да? То есть это событие имело какие-то такие серьезные последствия, да? Очень. Все ясно. А когда это произошло? Давно. Давно произошло? Очень. Это барочный композитор. Ага. Ну, то есть в среде музыкантов классических такой достаточно известный пример, известный случай. Ну, давайте разберемся, что же там произошло. И там, я думаю, после этого что-то произошло. Да, после удара этого предмета. Видимо, серьезно вполне сказалось на музыкальной жизни. 211-101. Ну, что, уже есть желающий ответить? Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Может, он скрикнул, а может, он захромал. Нет, ну, он вскрикнул, это, скорее всего, так и есть. Захромал тоже, вероятно, да? Я готов помочь. Я готов помочь. Только-только-чуть. Чуть-чуть. Да, чуть-чуть. Я должен сказать, что после этого случая стали меньше и меньше пользоваться жезлом. Это большой намек. Ну, Светлана, попытайтесь конкретизировать. Что после этого стало в жизни музыкантов, что изменилось? Так, так, так. Что ж такое случилось? Ну, понятно, я бы тоже стал меньше пользоваться жезлом. Неужели он это без палочки стал это, ну, дирижировать? Нет, ну, вот смотрите, это все-таки... Последний наводящий вопрос. Это все-таки довольно давно было, медицина не развита. Что могло произойти? Ого. Ничего себе. В какую сторону я подумал. Светлана, ну, увы, давайте следующего будем ожидать звонка. 211-101. Следующий дозвонившийся, я думаю, уже сможет дать правильный ответ на этот вопрос. Вот сейчас Прохор намекнул, да, что медицина была плохо развита. Неужели, Прохор, неужели? Да, неужели. Да. 211-101. Вот сейчас, видимо, это уже жуткую весть. Дан несет следующий наш слушатель уже, да? Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Светлана, и я хочу ответить на вопрос. Пожалуйста. Печайте, пожалуйста. Композитор Люли поткнул себе ногу, и это послужило за заражение крови. И кончина. Он скончался после этого. Да, все так. Это очень правильный ответ. В общем... Единственный случай смерти от дирижирования. Да это ж с какой силой нужно было? При исполнении служебных обязанностей. Да, что называется. Производственная травма. Ужас. Ну, вот такой печальный момент, такая печальная история, но радостная для вас, потому что вы сможете сейчас что-то выбрать. Что выбираете? Концерт филармонии. Ой, отлично, да? Прекрасно. Отлично. 1 апреля. Еще раз напоминаю, 17.00. Это 12-й международный фестиваль «Музыкальная авиацкая весна» на Большой сцене филармонии. Собственно, выступление авиацкого симфонического оркестра. Дирижировать будет Марк Волох, приехавший к нам из Израиля. Кстати, Марк, география ваших перемещений в последнее время можете? В каких странах, в каких городах за последние месяцы побывали? Ну, за последние месяцы я был... Я имею в виду именно вот дирижирование? Да, дирижирование было в Германии. В Германии. До того, недалеко от этого я был в Индии. Ого. И был на Украине, я должен сказать. Украина, ваша родина. Да, в моем родном городе, это Черновцы. Там я открывал тоже фестиваль в ноябре. И сейчас я в Кирове. Ну, вообще активно путешествуете? Я бы не сказал, что... А в России часто бываете? Ну, мне была такая честь. Я работал с очень хорошими оркестрами в Новосибирске. Академические симфонические оркестры заслуженные. И в Санкт-Петербурге, и в Екатеринбурге. И вот сейчас в Кирове. А вообще мне вот по Индии еще заинтересовало. Индия как бы для нас всех представляет страну с такой очень своей национальной культурой. Я вообще-то удивился. Там есть симфонические оркестры? Вот там нету симфонического оркестра. Вот я как раз хотел поинтересоваться. Там, значит, король региона Раджастан пригласил очень значимых... Ну, штаты у них, по-моему, были. Да. Он решил пригласить очень знатных гостей из Европы, из Америки. И решил им предпочтить классический концерт. И для этого созвали камерно-симфонический оркестр там. Приехали музыканты из Дели, еще из разных городов. И что было интересно, что действительно мы играли не только классику, но и смесь с индийской музыкой. Но это очень специфическая музыка. Инструменты очень такие все... Ну, это сейчас очень модно смешение различных направлений. Я должен сказать, я очень люблю эти синтезы. Я их очень люблю, и мне это было очень интересно. Поэтому я сразу согласился на это предложение. Хотя я должен сказать, я добирался... Немножко авантливное, по-моему, да. Добирался три дня туда, три дня обратно, и был там три дня. Да, у нас подошло время небольшой рекламы. Мы сделаем эту паузу и продолжим наше общение с гостями. И с вами наши слушатели 211 и 101. Есть у нас еще вопросы, так что не переживайте. Обязательно вам что-нибудь достанется. Культ поход. Николай, озвучьте еще раз о том, что я-то все приглашаю в филармонию в воскресенье. В воскресенье, 1 апреля, в филармонии, в рамках 12-го международного музыкального фестиваля «Вятская весна» на большой сцене состоится большой концерт. Можно я так скажу? Большой концерт состоится, да. И за дирижевским пультом в этот вечер будет Марк Воллах, наш гость из государства Израиль, который сегодня у нас в студии. Марк, еще раз. Добрый день. Добрый день. Еще раз, если так можно сказать, с праздником. Спасибо. Да, сегодня. Спасибо. Еврейская Пасха. Еврейская Пасха, да. И Прохор Протасов, дирижер Уятского симфонического оркестра. Ну что, мы продолжаем задавать вопросы. Вам, наши слушатели, дошла очередь до ведущих. Николай Горников. Видимо, рок-н-ролл. Да, почему именно рок-н-ролл, просто более легкая музыка. Я еще на той неделе начал задавать вопросы про новоиспеченного рыцаря Британской империи Ричарда Старки, он же Ринго Стар. И сегодня решил продолжить, потому что, во-первых, наш следующий гость известен тем, что он удачно очень продал портрет Ринго Стара за 7 тысяч долларов на аукционе. Это наш следующий гость, если к нам придет Никас Сафронов. Ну и так как это просто хороший парень, его все любят. И поэтому маленький фрагмент из музыки Ринго Стара, а потом вопрос. Вот такая вот песенка старинная из 50-х годов, и была снова им исполнена на пластинке, где, я уже сказал, ему удалось на одном альбоме собрать всех битлов, что не удавалось больше никому и никогда. То есть в записи одной пластинки участвовали все вчетвером. В том числе там, вот в данном случае, на заднем плане подпевал УОО, это пел Джон Леннон в том числе, значит, так вот. И на гитарке тоже он там играл. Правда, автора песни они указали неправильно, но потом они исправились. Вопрос такой. Вообще у Ринго Стара очень много общего с другим живым битлом, с Полом Маккартни, да? Вот не только то, что они оба живы, да? Вот у меня вопрос такой. Что же их так сильно очень объединяет? Первый вопрос. Первый вариант ответа. Они оба левши. Второй вариант ответа. Они оба выступали у нас в стране, в России. Третий вариант ответа. Они оба рыцари Британской империи. Вот тот ответ правильный, получите на следующий приз. Вопрос с небольшой подковыркой. Да, как всегда, я люблю такие вопросы. Как обычно. 211-101. Ну, за то, чтобы не мучиться долго. Чтобы не мучиться долго. Ринга и Пола, да. Чтобы передача шла быстрее. 211-101. Ждем вашего звонка. Не мудрите. Да, так уже никто не мудрит. Уже звонят. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Надежда. Надежда. Ну, каков ваш вариант ответа? Попытаюсь ответить, что они левши. Ну, совершенно правильно, да. Они оба левши, да? Как и рыцари. Ну, они оба рыцари. Как и России выступали, да. И оба живы до сих пор. И все обеднее. Да, Ринга переученный левша. Маккартни, он так и остался левшой. Ринга переучили. Переученный левша? Переученный левша. Это как в советской школе? Ну, там в советской школе было тоже переучивали, насколько я помню. У нас так тоже было в наше время. Ну, что вы хотели бы получить? Какой приз? Это ваш правильный ответ. Ну, можно встретить сегодня на Воробей. Сегодня? На Елену Воробей, которая выступает в областном доме народного творчества. Начало концерта в 18.30. Ну, что? Мы желаем, чтобы вы хорошо, с юмором, с улыбкой провели этот вечер. Ограничение 12+. Еще раз напоминаю. Хорошо? Можно кладить трубочку, редактор вам объяснит, как получить этот билет. Насчет Воробья, просто извини, немножко за авто. Плюс сегодня мне понравился разговор на улице. Значит, один мальчик другого показывает пальчиком на Воробьев. Говорит, смотри, говорит, ласточки прилетели. Ласточки прилетели. Весна, говорит, настала. Он говорит, где же это ласточки? Он говорит, а какая весна, такие ласточки. Ну, вот, верите. Хороший анекдот прямо в жизни разыгрался. Такая вот неоднозначная погода, она вызывает, собственно, темы для дискуссии и так далее. Твой вопрос, Володя? Хорошо, мой вопрос. Ну, вы знаете, опять вот, грусть-печаль. В прошлую пятницу мы вспоминали с моей подачи Олега Павловича Табакова, а сегодня я хочу вспомнить еще одного Олега. Олега Анофриева. Олега Андреевича Анофриева, который, к сожалению, позавчера ушел из жизни. Как, собственно, как актера, Олег Андреевич, он, наверное, не слишком был заметен, не очень знаменит. Нет, в 60-е годы он был очень известен. Или в ранний период, да, в ранний период, да, его лицо было знакомо. Очень-очень лицо было откручено. Ну, на мой взгляд, как человека более там младшего поколения, он все-таки запомнился как специалист по, как это слово, озвучанию все-таки или озвучиванию? Ну, наверное, по озвучиванию. Да, озвучка всевозможных мультпроизведений. Мультиков. Да, мульттворений. Вот я заготовил три вопроса. Давайте вспомним работы Олега Андреевича. И вот первое, собственно, сейчас первый фрагмент прозвучит из этой мультипликационной работы, где он озвучил всех персонажей. Была у него такая особенность, он мог всех озвучить. Собственно, дозвонитесь после того, как послушаете, и назовите, что же это за мультфильм. ПЕСНЯ ПОЛНЫЙ ПОЛНЫЙ Вот так вот, из далекого 1973 года это произведение. Есть уже, да, желающий ответить? Алло, добрый день, как вас зовут? Алло, добрый день. Добрый. Роман позвонил. Роман, ну что, отвечайте. Ну, я сначала по гостю скажу шалом. Шалом. Мы тоже сказали, да, до начала передачи. И как можно бы реже ему говорить «Алейхум», это мой любимый писатель. Ага. Попытаюсь ответить, наверное, не угадаю. Ага. Ну, это, по-моему, сказка Пушкина о балде. Конечно, сказка о Попе и работнике его балде. Там же понятно уже, да, собственно, есть. Там все, пересказано. Из диалогов. Одно только слово «полбачево» значит. Да, 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 одна из известных работ Олега Анофриева. Что вы выбираете в качестве приза? В качестве приза? Да. А вот на Никаса я никак не попаду. Мы, к сожалению, пока не знаем, вот можно нам будет разыграть на сегодняшнюю встречу. Нет, видите, там дело-то в том, что в 15.00 встреча-то свободная, насколько я понимаю, с Никасом Степановичем будет. А, даже так, да. Да, можно будет, любой желающий сможет попасть. Ну вот, что вы хотите, книгу или куда сходить? Мне очень нравится галерея «Прогресса», я постоянно туда хожу, поэтому... То есть на финскую фотографию пойдете? Да, с удовольствием. Хорошо, все хорошо. До 3 апреля только успеете. Спасибо. До 3 апреля. Да, не кладите трубку, свои координаты оставьте нашему редактору. Давайте еще поговорим о выступлении, привлечем внимание, собственно, наших слушателей. Марк, мы еще так хотели немножко сказать о моцартовском концерте, номер 5, который, что он такой вот чем-то он оригинален. Для скрипки с оркестром. Да. Чем-то он замечательен. Он замечательен тем, что Моцарт его назвал турецким. Почему? Вот он его назвал, потому что в последней части, в финале, который написан в форме скетцо, там вдруг появляется очень, так сказать, восточный ориентальный мотив, который разрабатывается в полный контраст менуэту, который классическому менуэту, элегантному. И это придает именно этому концерту невероятный колорит. То есть Моцарт слегка похулиганил, скажем так. Вот я должен сказать, я бы сказал, он не только похулиганил, а трудно себе представить, как в то время, когда он жил, насколько его воображение было богатым. Насколько он богато мыслил, не только музыкально. Вот я, скажем, музыкантам вчера говорил, вот давайте представим себе, вот элегантный зал, там танцует минуэт, и вдруг так врывается группа турков в сапогах и говорит, а ну посмотрите, как надо танцевать. Нет, а мы как бы занимаетесь своим, так сказать, а вот посмотрите, как действительно это надо делать. И тогда они танцуют вот этот турецкий танец. А там в том числе вот эти восточные мелизмы, там вот это что там? Ну да, там, очень красиво. Меня-то само произведение приводит в восторг, насколько Моцарт был гениален в своем мышлении. Это, естественно, проявляется и в его операх, но, действительно, для меня это, я еще раз снимаю перед ним шляпу, насколько человек за свои, ну, как сказать, за короткую жизнь, как много он представил, и как много он нам оставил всего разнообразного. А часто ли, так, отвлеченный вопрос, часто ли вам приходится и любите ли вы исполнять произведения российских композиторов, известных, классических? Очень, очень. Я просто обожаю русскую музыку. Я, во-первых, считаю себя, ну, русским человеком. И я по душе русский, так сказать, у меня русская душа. На распашку. Во-первых, я считаю, что это очень, у русских и у евреев это очень свойственно, вот эта, ну, чувствительность. И, ну, естественно, я обожаю Чайковского, я обожаю Рахманинова. В принципе, ну, всех русских больших композиторов, Шостаковича, Прокофьева, всех, Скрябина, это замечательная музыка. Уважаемые наши слушатели, жители нашего города, уникальная возможность встретиться у вас есть с 1 апреля в Вятской филармонии на выступление Вятского симфонического оркестра в рамках 12-го международного музыкального фестиваля «Вятская весна». Впервые Марк Волох, дирижер из Израиля, всемирно известный дирижер у нас в городе. Да? Действительно? Да, действительно уникальный случай. Это просто событие в музыкальной жизни всей нашей области. Это будет единственный, да, концерт, единственное выступление и все уже повторить уже не удастся там на следующий день и так далее. Так что заостряем ваше внимание. Это очень и очень примечательное событие. Пропустить его было бы неправильно. Спасибо вам большое. Большое спасибо. Впечатлений вам хороших от нашего города, хотим пожелать, от нашей публики, приятного, насыщенного вот этого вечера, первоапрельского. Ну и чтобы над вами никто зло не подшутил. Спасибо. То есть это 1 апреля, вот это международный день смеха. Спасибо большое, Марк Волох. Но я не против, чтобы концерт прошел с юмором. С юмором. Ну вы же можете задавать соответствующий тон. Это все. Да, конечно. Спасибо большое. На этом первый час культпохода завершается. Мы не прощаемся. До встречи через 20 минут. Культпоход.